Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Колд. В последнее время на стримах возникает довольно много вопросов по поводу территории стендинга. Что это такое, как это прокачивается и куда лучше вкладывать эти поинты. И я решил собрать все эти вопросы и немного рассказать об этой теме в отдельном ролике. Так что если вам действительно интересна тема для новичков, то приятного просмотра. Мама Васи вечно что-то гонит про дом, дерево и внуков. Но Васе не до того, у него клатч в компетитиве и надо затащить любой ценой, иначе пацаны не поймут. А тут этот бессмысленный шум. И когда желание послать маму становится нестерпимым, Вася открывает фанпэй, продает пару АК-47 и посылает ее на море. Потому что маму Васи любит, а новый калаш, ну это дело наживное. Фанпэй, зарабатывай играючи. На самом деле у меня уже есть видео по этой теме, примерно годовалой давности. Информация в нем немного устарела, но прям ничего кардинально нового в общем-то и не вводилось. Бонусы остались по большей части прежними, и практически вся инфа из него, она так или иначе актуальна и сейчас. Немного изменилось распределение, логика распределения, как раз таки поинтов территории стендинга. И немного изменился способ набивки его. Так что об этом я вам расскажу вот в первую очередь. Итак, начнем с того, как повышать территорию стендинг. Во-первых, это, конечно же, закрытие карабтов, вот этих карабт-порталов. Это, наверное, один из основных способов получения с территории стендинга на вот этих вот низкоуровневых локациях. И также второй способ — это доска. За нее дают тоже довольно много очков прокачки территории. И вы наводите просто на квест и видите, сколько этого дается. Посмотреть, какой у вас уровень и сколько нужно экспы, можно, открыв карту, в левом меню, мы видим, сколько у нас на каждом уровне необходимой экспы, сколько у нас заполняется и сколько нам еще нужно заполнить. Кроме этого, территория стендинг прокачивается, когда вы создаете какие-либо предметы. То есть, крафтите что-нибудь в той или иной локации. Также он прокачивается, когда вы открываете какие-нибудь чекпоинты на этой локации, когда вы убиваете мобов. В общем, просто исследуете локацию и за это прокачивается стендинг на ней. И последний способ прокачки — это создание специальных соплайчиков. Если я не ошибаюсь, они так и называются. Это специальные такие сундучки, за которые вы можете их скрафтить и прокачать территорию стендинг. Но на самом деле в них дает довольно мало поинтов, довольно мало опыта прокачки, поэтому они не пользуются популярностью. Стоят они довольно дорого, так что просто на них забейте. Вот этот вот последний пак, он дает примерно, если я не ошибаюсь, как несколько квестов. При том, что на нем еще есть суточный кулдаун, поэтому вот на него мы прям забиваем. Теперь по поводу логики распределения бонусов. На самом деле здесь все изменилось со старта. Если тогда мы думали о том, что необходимо просто вкачивать то, что нам больше нужно, то теперь с опытом приходит немного другая логика. Первые очки, которые вам будут доступны, это вот как раз таки XP-гейн — увеличение получаемого опыта на той или иной локации. И стендинг-гейн — увеличение накопления территории стендинга на той или иной локации. Я советую докинуть вот этот поинт примерно до 15%, вот именно стендинг-гейн, а XP-гейн докинуть примерно до 6%. Это на прокачке вам очень поможет, чтобы быстрее экспиться и не проседать по XP, если вы где-то там пропустили какой-либо квестик. Остальная логика — это можно брать на любой локации. Можно хоть на всех локациях. На самом деле на конечный итог вашей прокачки это не возымеет особых результатов. В остальном логика такая, что мы выбираем несколько городов, в которых мы будем селиться, в которых мы будем проводить основную часть своей игры. Например, я довольно часто на прошлом персонаже собирал хемп в Винцворде. То есть вот в Винцворде огромная поляна хемпа. Это две основных локации — Винцворд и Морнингдейл. Соответственно, я просто прокачиваю в Винцворде скорость добычи хемпа. Вот она, скорость добычи ресурсов. И кроме этого, я прокачиваю сторидж для того, чтобы складывать весь свой хемп в Винцворд и складывать, складывать и перерабатывать. Кроме этого, на третьем месте у меня для переработки уже идет вот как раз-таки вот эта карточка, которая Station Fee, которая уменьшает налог при переработке. И вот я беру Винцворд и я прокачиваю в нем по максимуму вот эти три карточки. Второй город у меня, например, находится в Морнингдейле, второй дом. Я здесь прокачиваю территорию стендинг. Я здесь уже беру уменьшение налогов на переработку ресурсов. Я здесь беру уменьшение налогов на аукцион и по максимуму беру увеличение нашего сториджа, увеличение склада. Я складываю туда кучу своих вещей, складываю туда различные реагенты, ресурсы, всякие. В общем, это моя основная база. Там я провожу много времени, там я все перерабатываю, там крафчу Асмодеу, сливаю КДшки. Поэтому там вот у меня такой как основной дом, там у меня вся основа. И в этом, в принципе, вся основная логика. То есть вы качаете на одной локации, где у вас там ресурсы, вы прокачиваете что-то одно, вы берете другую локацию, прокачиваете там другое. Что качать не надо? Не надо ни в коем случае качать уменьшение налогов на оплату домов. Потому что дома у нас сейчас стоят, оплата домов стоит какие-то копейки. За максимальный дом, если я не ошибаюсь, будет стоить за неделю 140 или 160 голды. Это копейки, это даже на фреш-серверах копейки, ребят. Так что просто не заморачивайтесь с этим. Ну и, в общем-то, наверное, на этом все. Посмотреть, какая у вас прокачка в том или ином городе, в общем-то, нельзя. Можно выбрать город, посмотреть вот здесь, что нам можно сделать, что нам что дает. А куда вы вложили какие поинты, ну, посмотреть никак не получится. Разработчики, к сожалению, этого не добавили. Ходят легенды того, что они в будущем добавят механику перераспределения поинтов. Но пока что верится в это слабо. И обещания у них были какие-то, ну, прям совсем скудненькие, жиденькие. В общем-то, на этом у меня, в принципе-то, и все. Больше информации, наверное, никакой основной нет. Естественно, ссылку на тот ролик годовалой давности я оставлю в описании. А сейчас огромнейшее спасибо Экворту, Омену, Илье Чулкову, Айхантеру, Острею, Мьёв, ГГ, Ардентману, Хамеру, Дон Санти, Раскату и Омуту за подписку на Бусти. И при огромнейшее спасибо Зевсу, Пабло, Евгению Попову за Мегабуст. Всем остальным большое спасибо за то, что досмотрели до конца, поставили лайк под видео и подписались на канал с колокольчиком. И увидимся на просторах Этернума.